ошибки это наши друзья которые помогают нам освоить язык есть иностранцы которые живут в москве и не знают ни слова по-русски язык начинает слабеть и умирать когда его носители теряют мотивацию к его использованию добрый вечер в эфире телеканала астана час сухпад меня зовут динара саджан и сегодня гость нашего эфира известный лингвист полиглот дмитрий юрьевич петров добрый вечер добрый вечер я прошла ваш четырехдневный курс и поняла одно что вот шамиль рифатович алиудинов он очень доступно и легко объясняет ислам да то есть каноны ислама вы очень легко и доступно объясняете логику английского языка почему людям кажется что английский сложный но мой подход к изучению языков вообще основан на таком признание такого факта что в процессе половина успеха это чистая психология половина чистая математика математика это набор вот тех самых алгоритмов овладением матрицы языка чтобы поймать его его логику понять структуру а психологическая составляющая это как раз навык получить это знание комфортно дружелюбной атмосфере без страха и с умением преодолевать те комплексы барьеры которые обычно возникают на пути изучения языка вам повезло вы родились в семье где мама учитель английского языка папа синхронист я в одном из интервью слышала что вам в детстве бабушка читала сказки на английском языке то есть вы выросли в такой среде русском на немецком вот как вот правильно тогда привить да то есть повторять вот опыт вашей семьи да когда мы читаем маленькому ребенку сказки или поем песни он не понимает слова он чувствует ритм чувствует эмоции образы понимания слов каких-то грамматических структур приходят с годами но мы не ждем когда ребенок достигнет такого возраста мы читаем ему сказки по сути самого рождения поэтому количество языков на которых мы эти сказки читаем и эти песни поем ничем не ограничено кроме нашего желания и мотивации к тому чтобы ребенок вырос в каком возрасте вы уже вот так скажем начали осознанно изучать английский ну наверное с пяти шести лет и достаточно рано я начал читать на этом языке и достаточно рано я стал интересоваться музыкой песнями на этом языке и учить их наизусть а мыслить его на каком языке вы 30 языков знаете минут интересно на каком языке у вас мысли это зависит от той среды где я нахожусь в данный момент если я в россии это разумеется русский если я в другой стране или в среде людей говорящих на каком-то языке разумеется происходит такое переключение каждый из нас который кто начинает учить новый язык по сути рождается в новый мир каждый из нас ребенок в этом новом языке поэтому я я считаю что очень важно создать комфортную дружелюбную атмосферу в процессе изучения языка и очень важно конечно освоить совершенно необходимый инструмент при освоении языка это перестать бояться ошибок ошибки это наши друзья которые помогают нам освоить язык освоить вообще любой навык все чему мы учимся мы научились через расширить как вы думаете казахский язык он мелодичный мне очень вы знаете у меня такая особенность я начинаю все языки изучать с музыки с песен то есть интересуясь казахским языком даже бываю в казахстане я стал интересоваться музыкальной культурой песням которые звучат на этом языке это не просто дает представление о структуре или о звуке языка это дает представление о том какими глазами носитель данного языка смотрят на окружающий мир а вы советуете начать изучение языка вот именно скажем с музыки это первое что я советую дмитрий юрьевич многие уверены что самый простой и самый надежный способ выучить английский язык это поехать в англию в америку общем пожить в среде я знаю огромное количество людей которые долгое время живут в какой-то стране и не говорят на нем от слова совсем есть иностранцы которые живут в москве и не знают ни слова по-русски есть люди живущие в америке не знающие ни слова по-английски все зависит от мотивации мотивация позволяет существенно сократить процесс обучения разумеется если вам приходится общаться это очень мощный фактор мотивации если вы не замкнуты в своей языковой среде то есть здесь вопрос не физического присутствия в какой-то стране а необходимости в коммуникации а такая необходимость может появиться у вас даже если вы сидите у себя дома но через какие-то коммуникационные технологии общаетесь со своими собеседниками по всему миру но если ты переезжаешь например в другую страну и начинаешь работать там тогда наверное шансов больше если работать в той среде которая побуждает тебя освоить этот язык потому что просто туристическая поездка ну вы можете ограничиться просто беседы с официантом там или с таксистом это все это не дает среды среду дает только интенсивная коммуникация в течение какого-то времени назовите три причины почему люди должны изучать другие языки первая причина знание каждого языка дает представление о совершенно неизведанных для нас сторонах жизни которые нас окружают потому что каждый язык это определенный взгляд на мир вторая причина это очень полезно для здоровья почему сейчас когда мы делегировали наши функции интуиции памяти комбинаторики гаджетом очень важно поддерживать мозг в рабочем состоянии в тонусе и нет ничего лучше чтобы достичь этой цели чем изучение иностранных языков и третья причина это очень весело весело общаться на всех языках даже если вы знаете немножко это как только вы становитесь способны вступить даже в самый незатейливый диалог с носителем этого языка это огромное колоссальное удовольствие дмитрий юрьевич вы знаете 30 языков мне кажется что вы владеете каким-то секретом и у вас есть определенный алгоритм по которому вы идете и изучаете любой новый язык может быть поделитесь нами с удовольствием в принципе я этим и занимаюсь большую часть своей жизни наверно уже сейчас я бы сказал что часть этого секрета заключается в том что каждый новый язык требует меньше усилий и меньше времени то есть если у вас есть знание уже двух языков то третий язык не будет легче дается да легче дается потому что вы уже владеете механизмом освоения нового языка новые системы обмена информации что и представляет из себя язык если проследить набор шагов которым я следую когда сам изучаю новый язык и преподаю другим это несколько базовых алгоритмов которые я называю матрицы языка в каждом языке она своя то есть набор основных механизмов которые и составляют суть структуры допустим к этим алгоритмам относится обязательно система порядка слов в предложении это основные формы глагола это структура местоимений местоимения напомню это слова которые говорят о лице который производит данное действие то есть по сути есть несколько в зависимости от сложно от уровня сложности языка от 5 до 15 таких алгоритмов схем для того чтобы освоить их не требуется колоссальное количество времени не требуется феноменальной памяти и каких-то особых способностей поэтому я всегда настаиваю чтобы процесс обучения происходил в достаточно компактном режиме для того чтобы мы вышли на тот уровень который можно назвать несгораемый запас нового языка чтобы не каждый раз как часто бывает мы начинали еще и еще раз изучать язык с нуля а чтобы каждое новое начало опиралась уже на фундамент того что уже достигнут язык и даже живой организм и постоянно приходят новые слова да вот кто вообще скажем фиксирует да эти слова в каком словаре существуют регулирующие организации в разных странах которые ну стараются отслеживать эволюцию соответствующих языков устанавливать какие-то стандарты какие-то нормы скажем для русского языка это институт имени пушкина для французского французская академия в германии институт гёте у английского языка нет такого органа поэтому он меня он меняется с большей скоростью и имеет большее число региональных вариантов причем интересно что если в прежние века в прежние эпохи были некие стандарты в каждом языке которые утверждали классики соответствующей литературы допустим для нас пушкин наше все для англичан шекспир их все у немцев гёте у испанцев сервантес и так далее сейчас эта эпоха закончилась сейчас мы видим многомиллионного пушкина шекспира и сервантеса которые пишутся в социальных сетях в современных языках основной двигатель их эволюции их прогресса это социальные сети люди стали меньше читать люди перестали ориентироваться на какие-то классические образцы своих литературных языков поэтому процесс изменения языков стал абсолютно стремительным и малоконтролируемым это веяние нашего времени дмитрий юрьевич а почему исчезают языки и можете привести пример когда язык вот полностью исчез вот вы совершенно верно справедливо сравнили язык с организмом каждый живой организм живет он может болеть он может выздоравливать он может взаимодействовать с другими организмами и он может умирать язык начинает слабеть и умирать когда его носители теряют мотивацию к его использованию часто это происходит из-за разрыва между поколениями когда носители соответствующего языка в силу престижа в силу каких-то профессиональных перспектив начинают воспитывать своих детей на более статусном языке тогда родной язык теряется у детей теряется мотивация говорить на родном языке своих родителей и тем более передавать его дальше следующим поколениям мы знаем примеры в истории когда языки которые почти погибли почти вымерли восстановились например корейский язык корейский язык долгие в последние годы до целые столетия подвергался воздействию китайского языка в корее доминировал китайский язык затем в период расцвета японской империи японцы насаждали свой язык везде в ущерб корейскому то есть корейский ушел просто в глубокое подполье но тем не менее когда корея стала независимой язык стал развиваться и благодаря технологическим экономическим успехам южной кореи этот язык стал престижным его сейчас с удовольствием изучают в самых разных странах мне нравится что на ваших курсах вы не только объясняете да там логику английского языка то есть алгоритм действий но мне еще нравится что вы рассказываете историю вот я например не знала что сколько лет англичане не говорили на английском языке они говорили на французском сколько лет 400 или 500 точнее официальным языком в англии был французский это сколько лет было это происходило с момента завоевания англии нормандцами под руководством вильгельма завоевателя 1066 год и только в 15 веке английский язык получил какой-то официальный статус но он не исчез английский язык очень серьезно прошел такую эволюционную трансформацию он в значительной мере упростился именно в период господства французского языка благодаря этому вероятно он и выжил ну и благодаря этому очень много французских слов перешли в английский да английский язык научился приспосабливать заимствованные слова прежде всего из французского языка по свои нужды меняя произношение сокращая их но тем самым пополняя свой словарный запас вот американцы как-то упрощают да английский вот максимально то есть все таки есть же английский британский есть английский американский вот в чем разница в Америке большинство людей не являются англоязычными по своему происхождению это потомки мигрантов из многих стран мира потомки русскоязычных испаноязычных италоязычных немцев французов азиаты да последние годы мы видим очень много мигрантов из стран дальнего востока японцы корейцы китайцы из юго-восточной азии из латинской америки постоянно приток массовый мигрантов все эти люди не являются филологами они не очень стараются приспособиться к тому языку который здесь звучит они наоборот навязывают ему свои особенности свои нормы поэтому американский вариант по определению обязан быть более простым более адаптированным к носителям самых разных языков поэтому он такой в смысле он неправильный да английский ну он неправильный с точки зрения британцев с точки зрения британцев он неправильный но американцы так не считают вы говорили что даже в самой Великобритании очень много акцентов диалектов да как так получилось что Англия ведь небольшая почему даже там английский разный Англия всегда была очень сословным государством язык нормы произношения правящих классов всегда серьезным образом отличались от языка основной массы населения поэтому все региональные особенности были всегда очень живучи в Англии казалось бы небольшая ну по географическим масштабам страна но тем не менее там диалекты и акценты отличаются очень существенно за счет того что никто особенно не думал о том что простонародье как считали аристократы надо учить какому-то классическому правильному языку кроме того остались исторические территории населенные кельтами это ирландцы шотландцы валийцы которые изначально говорили на своих собственных языках когда они перешли по большей части на английский язык они тем не менее сохранили какие-то фонетические особенности частично словарный запас и различия региональные и социальные между разными акцентами в Англии Великобритании в целом иногда затрудняют даже процесс понимания между носителями этих разных акцентов у вас был такой кейс когда вы выучили язык буквально за 2-3 месяца то есть это вообще возможно? ну понимаете понятие выучить оно очень растяжимое но скажем заговорить да таких случаев было немало то есть для того чтобы заговорить достаточно 2-3 месяца на любом языке на любом потому что структуры языков могут быть очень разными вот этот базовый набор информации который 300-400 слов да? требуется освоить 300-400 слов и несколько 5-10 алгоритмов которые позволяют из этих слов создавать неограниченное количество комбинаций Дмитрий, можно такой вопрос сколько вам лет? 62 62 62 года вы знаете 30 языков какая у вас цель? сколько языков вы хотите еще выучить? как минимум 70 я должен дойти до 100 а несгораемый запас слов в английском языке это примерно сколько слов? 100 200 там тысяча 5000 есть достаточно старая статистика согласно которой 90 процентов слов которые мы используем в разговорной в устной речи в любом языке это порядка 350 400 лексических единиц то есть слов 350-400? 350-400 в каждом языке да? охватывают примерно плюс-минус 90 процентов слов которые мы используем в разговорной речи это во всех языках? практически то есть это же немного остальные конечно остальные тысячи 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 слов занимают оставшиеся 10 процентов это означает что очень важно понимать принцип частотности есть те слова которые мы в десятки в сотни раз используем чаще чем другие слова вот с них то и надо начинать и они то и охватывают как раз вот эти первые сотни слов которые составляют словарь того или иного языка известный наш предприниматель маргулан сетимбаев как-то рассказывал в одном из интервью что он привязал к руке словарь и ходил с этим словарем я не помню какое-то долгое время он с ним и душ принимал в общем там заворачивал как-то в цел фан и в общем пока он не то есть таким образом он говорит что он выучил английский вообще вот эта методика как вам? ну прямо скажем звучит достаточно экзотично вот если ему это помогло то я очень рад за него я бы не стал тиражировать эту методику и предлагать ее всем потому что это все-таки требует очень серьезной самодисциплины терпения ну вот самый комфортный способ какой? самый комфортный способ это освоить базовые словарные запасы по которым я говорил набор основных структурных алгоритмов это занимает ну несколько дней Дмитрий Юрьевич я вас благодарю за ценную полезную информацию и я думаю что зрители кто смотрел сегодняшний наш эфир очень многое для себя узнали и самое главное наверное есть понимание того что учить язык это легко мне кажется вот самое главное что вы даете вот Дмитрий Петров знает 30 языков друзья мои это же так классно да? то есть вы приезжаете в любую страну и можете на любом языке поговорить кроме того это очень приятно и самое главное доступно для всех кто этого хочет спасибо вам большое спасибо вам спасибо вам спасибо вам спасибо вам спасибо вам спасибо вам